Региональный консультативный центр в Центре образования номер 11 продолжает свою эффективную работу. Какую новую помощь они оказывают, какие специалисты привлечены к работе, в каком режиме осуществляют свою деятельность учреждения, узнавала Альбина Ламкова. Центр психологической помощи порой единственное место, где могут помочь человеку справиться с его проблемой. И вопросы, с которыми обращаются в учреждения за услугой, достаточное множество. Задача специалиста состоит в том, чтобы совместными усилиями найти методы решения непосредственно самой проблемы. Самое главное, в такой ситуации не отчаиваться. Психологи уверены, что безвыходных ситуаций не бывает. Их работа тому подтверждение. В региональный консультационный центр привлечены ведущие специалисты республики с хорошим опытом работы. Расположен он на базе Центра образования номер 11. В него входят три структурных подразделения. Родители могут обратиться в любой из них. Желающим окажут помощь психологи, социальные педагоги, дефектологи, логопеды и специалисты других профессий, в том числе и воспитатели. Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки, когда вы к нам приходите на консультацию, не переживайте, что вам не с кем оставить своих несовершеннолетних детей. У нас есть в штате воспитатель, который присмотрит за детьми, соответственно, и окажет уху. Понятно, что речь идет о детях дошкольного возраста. Но даже если у вас школьник, начальная школа, мы готовы и здесь вам оказать помощь. Время, проведенное в нашем консультационном центре, будет для вас результативно как для взрослого, так и для ваших детей. В то время, пока мама получает консультацию, специалист с пользой проводит время с малышом. За этот период они занимаются творчеством. Тем самым педагог исследует в ребенке способности, которыми он обладает. Пока что у тебя не было, мы сделали красивый рост. Ой, красиво. А кому ты их подаришь дома? Бабушке. Спасибо вам большое за консультацию и мы придем еще к вам. В связи с обстановкой в стране, связанной с коронавирусной инфекцией, свою помощь специалисты центра могут оказывать и дистанционно. Тем, кто находится дома и не может выехать на место. Нет ничего страшного в том, что ребенок не напрямую контактирует с педагогом, а у него связь через экран. Вашему ребенку настолько сложно, как вы это сейчас воспринимаете. Спасибо большое за консультацию, прямую сведению. Постарались сделать так, чтобы ребенок адаптировался к дистанционному обучению. И небольшая благодарность тому, что существуют такие центры, как ваш. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Перерыва в работе психологический центр не делает. Нередко квалифицированные специалисты оказывают помощь и на выездных консультациях. В центре утверждают, что важно найти себя в жизни и осуществлять мечту. Это и есть конечная цель профессиональной работы. А иначе нельзя, так как в современном обществе быть здоровым и счастливым не просто необходимо, но и модно. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия.